Готовы пойти вперед, но мы все время думаем, что там дома? Мы думаем, что в любой момент нам втроют ворота, понимаешь? Начнут сжечь наши хаты и брать наших женщин. Мы в ответе за тех, кого приручаем, а приручаем мы врага, получается? Это какой-то диссонанс вызывает в моем мировосновении. Я не знаю, я забыл просто. Ой, вам не разрушено. Нет, вы правда очень интересны и как-то, не знаю, новую мысль мне подкидываете. Я просто делаю большую ошибку. Пытаясь вас уговорить, я говорю о другое. Это неправильно. Нет, надо говорить о вас. Я знаю, женщины любят душами. Вы что-то умеете слушать. Давайте я буду говорить вам в комплине. Ну давайте. Вы молодая. Ну это даже не комплимент, это факт. Вы умеете слушать. Вы молодая, красивая, умная, с чувством юмора. Давай, подождите. Лезть это хорошо, но вот перегибать не надо. Я, я, нет, я сейчас пока еще консультировал факты. Нет, вы слушайте, мы с вами только познакомились там, несколько минут назад. Что? Что ж, она же красивая, а ладно, допустим, но умная, с чувством юмора, куда вы знаете. Я с вами говорю, вы меня слушаете, вы реагируете. Не, не, не обязательно есть всю бочку с дерьмом, чтобы понять, что нам дерьмом. Достаточно, да, не ухасайся, все равно у нас. Знаете, просто, я вот, почему я сомнилась, потому что мне мой муж говорил, что, знаешь, женщина, она либо красивая, либо с чувством юмора. Нет, ну, бывают исключения, но ваш муж не закрад. Я вижу, вот вы, как раз, являетесь исключением. Вы знаете, что все эти чувства юмора, да? А что, нет, я, 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 два раза пошутил, вы посмеялись, и это, знаешь, вы, вы отделили, так сказать, смешное, серьезное. Давайте проверим, в конце концов, пройдем их с временем. Вы, наверное, пошутите? Нет, пошутите вы, а я буду оценивать. Давайте. А, ну-ка. А ну-ка, вот так, сходу, о чем угодно. Все равно какая тема. А я, я как тема. Вы красивые же, нет? Смешно. Смешно, и главное, это не примитивный юмор. Это тонкий такой юмор, который, как бы, и вызывает улыбку, и одновременно грусть. Если еще он подумает, это немножко, извините, это многогранная шутка. Вы молодец. Сарказм. Сарказм. Да, да, сарказм. Сарказм. Я не изменяю. Я не изменяю. Послушайте, как же это? То есть вы категорически, нет? Ну, нет, конечно. Я живу в Библии, там, Адаму, Ева и... А, Адаму и Ева, там тоже была измена. Что? Ну, как же? Ну, первые люди, первая же измена. А, откуда? Какая? Там, кроме Адама и Ева, ну, только этот... Ужик. Ужик. Ужик не считается. Ужик не считается. Ужик не считается змеи. Но при этом, мы образованные люди, все знаем, что человек произошел это бестиар. Но все-таки нашла какого-то ибоа. Пока отдам вам дяблок и наедался. Подлок мух. Вот с тех пор свои... Ладно, еще одно. Измены. Это дело какое? Может быть, есть исключение из правила. Я верю, что есть, но если все изменяют, то чего же идти против всех? У вас есть муж. Ладно, кто же может изменяет? Дело. Дело. Вася, Петя, Миша. Где? Нет его? Почему? О, я бы такую красавицу не отпускал в это. Где? В командировку? Приехали кому-то в гости? Я симпозиум был, но это не важно. И вообще... Ну вот! За вами глаз да глаз нужен! Как он вообще вас отпускает? Это не значит, что он не должен вам доверять. Нет. Пусть доверяет. Пусть проверяет. Час уже сидим, никто не звонит. Слушай, не беспокоится. Где вы, что вы? Он просто проверил как раз за две минуты до вашего входа. Он был здесь? Нет, он позвонил, мы с ним пообщались и... Слушайте, если вы счастливы мне скажете, что у меня никаких шансов, я больше не буду делать попыток и будем снова разговаривать, как мы и говорим. Тогда я просто вырежу эту мысль из себя и все. У меня была похожая ситуация. С кем? С кем? С кем карман? То есть? Мне было шестнадцать. И это был первый раз. Она мне тоже очень нравилась. Я тоже дурак молодой, сиди, я сам открою, а она подумирается, и я нет, чтобы вот это все, ну как на, ухаживать, говорить комплименты, сводить в театр, в кино и так далее, потратить, короче, эти две-три недели, вот, потерпеть, а это, ну, к примере, ну, такое время, знаете, революционное, вот, а я, я, вот так вот прямые сказали, мол, я хочу тебя, а вот, а она, мол, нет, я, мол, почему, она, мол, вот так, и это была ошибка, это была ошибка, мне кажется, вообще, мужчины и женщины делают большую ошибку, если они сначала только ухаживают, а потом возникает вот эта соль-петия, вот, и вдруг оказывается, не подходит, ну, там, запах не тот, или, 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 ну, короче, несовпадение, получается, две-три недели, все зря, нет, не жалко, но почему бы не делать, как, сначала, или, а потом обязательно будет театр, кино, цветы, конфеты, даваю сознание. decl도 practicum, должно быть театр, если бы она будет быть темно, неожиданно. Хорел.ت. да, ну, подожди, а если сначала мирю не сошлись, и что это, без конфет, без театра, безsexple он сказал... Вашим концептам способом. Тимон тишительный приз. Ну хорошо, ладно, это пока еще моя теория, я ее разобью. Ну, так вот, я тогда с ней, с этой девушкой, Рай, 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 хотел достигнуть рая, были мои первые строчки. А потом мы, значит, бросались, и я ей посвятил такое стихотворение, которое я хочу перепосвятить вам. Оно просто называется, оно так и называется, той далеко не единственной. Но в данный момент вы единственная из тех далеко не единственной. Ну ладно, вы сейчас поймете. Так, слушайте. Представь себе, когда-то я умру, допустим, это будет послезавтра. Как долго я таскал с собой свой труп, хранил его для кладбища и мануарта. А ведь я умру в Париже? Каково? В отель пятизвездочном и меньше. Рядом со мной не будет никого из горячо любимых мною женщин. И получая, не выдавая гористый фидбэк, покажут по ТВ, я это вижу, что умер, мол, великий человек в далеком и заплеванном Париже. Заплачешь ты. Отбрось сомнения прочь. Польются слезы, как у крокодила. Все потому, что вспомнишь эту ночь. Я приставал, а ты не уступился. АПЛОДИСМЕНТЫ Представил сам и вдруг затасковал. Я не позволю явью стать такому бреду. На слов всем тем, Всем тем, кто мне не дал, я буду жить и круто уехать.